Здравствуйте, товарищи учащиеся. Попрошу за ним доложить о наличии учащихся и о готовности их проведения занятий. Первое звено в полном состоянии присутствует на уроке. Второе звено в полном состоянии присутствует на уроке. Третье звено в полном состоянии. Будьте отсутствуют больницы, отсутствуют они на месте. Хорошо. Сегодня у нас новая тема. Сборка и сварка тавровых соединений. Цель урока научиться правильной сборке и дальнейшей сварке, выбора режима сварки от углового шва в нижнем положении таврового соединения. Что такое тавровое соединение? Тавровое соединение подразумевает собой соединение двух пластин в виде буквы Т. Применяется гутавровая балка и тавровое соединение, широкое применение нашли в производстве. Вы видите, будущий завод, достаточно большой, фотография не передала его огромных размеров. Изготовленный каркас, сделанный абсолютно весь из сварной гутавровой балки. Изготавливается она на заводах, сварщиками. Габариты этой гутавровой балки достаточно большие, поэтому не каждый металлургический завод может изготовить ее цельнотянутую. Поэтому приходится изготавливать это с помощью сварщиков. В виде сварочных мастерских мы можем изготовить не просто гутавровую балку и тавровое соединение нужных нам размеров, а мы можем еще изготовить его из нужного нам материала. К изучению таврового соединения мы перейдем позже, а сейчас перейдем к повторению пройденного материала и производственной задачи. Производственная задача. Сварка и сборка пластин толщиной 8 мм без разделки кромок в стыковом соединении нижнего положения. Сейчас сыграем с вами такую небольшую игру. Здесь есть у нас три билета, три вопроса по вот этой задаче. Попрошу звеневых вытянуть билет, подготовить его со своим звеном, посовещаться. Вам три минуты на это. Так вот, готовы, посовещались. Второе звено. Сборка деталей на прихватке. Треба на прихватке. Ну, сборка деталей состоит в том, что, когда брать две пластины, и с каждой пластины, с края, мы зачищаем место кромок, где находится 20-30 мм от края диаметрического блеска. Затем выставляем зазор от двух до трех миллиметров. Когда выставили зазор, берем электрод диаметром тройки и начинаем прихватку. Выступаем на активность. Сватка деталей на свадение угловым швом. Вначале у нас идет подготовка металла к свадке. Подготавливаем металл, зачищаем, прорываем его. Делаем прихватку. После того, как мы сделали прихватки, мы еще раз с вами проверяем, не утянула ли у нас сварка металл, не было ли информации. После чего взбиваем шлак, подчищаем околошовные места от брызгов металла. И переходим к сварке. Выбор угла. От нижней плоскости, вот у нас находится нижняя плоскость. Как и в нижнем положении, мы поднимаем электрод. Если вы вот так возьмете, приложите электрод в угол, так будет легче сориентироваться. Поднимаем электрод по 35-40-45 градусов. Разжигается электрод, переносится в зону сварки. И мы свариваем. Табровое соединение. Вот вы здесь видите, что на табровом соединении показывает. Вот А, это сплошной шов, который мы сегодня будем с вами изучать. Далее. Снова проверяем, не утянуло ли он у нас никуда издели. Видим, да, что? Вот, ничего страшного. Мы сможем с вами сюда это исправить. Вот так вот. Все, есть. Теперь можно с прихваток, перед тем, как начать сваривать, с прихваток сбить шлак. Вы знаете, что шлак мы сбиваем в защитных очках. У нас у каждого в своих сварочных щетках есть дополнительное стекло, для того, чтобы видно было, как сбивать шлак. Вот. То есть у меня в панелионе все тоже видно. Глаза. Чтобы шлак не попал в глаза. Сбиваю шлак. И уже можем приступить к сварке. Сбиваю шлак. Диаметр электрода выбирают в зависимости, правильный ответ на толщину металла. Следующий. Второй вопрос. Что нужно сделать с силой тока для сварки в горизонтальном положении? Уменьшить. Совершенно верно. Для выполнения сварки таврового соединения пластин толщиной 7 мм в нижнем положении вы выберете электрод диаметром 4 мм. Ответ B. То есть задача ваша выполнить все эти действия, действия сборки таврового соединения по технологической карте. У вас у каждого есть технологическая карта. Вот. То есть вы уже сами знаете, что у вас есть вид операции. А видов у вас технологические карты 4. Все ясно. Ты проверяешь, да? Да. Вы сами проверяете. Следите за правильностью выполнения требований. Далее. Приступаем к работе. Вначале мы подготавливаем металл к сварке. Каждый из вас станет за свой верстак. Нужные инструменты уже находятся на верстаке. И также по технологии, как положено, произойдет подготовка к сварке. Потом уже, чтобы не ждать никого, перейдет в сварочную кабинку. Снимет электродержатель, для того, чтобы перед включением кабинки, да, подачей напряжения, снимет держатель, для того, чтобы он не замкнул на корпус. Проверит все требования по технике безопасности, чтобы ничего не было лишнего. Проверит свою спецодежду, заземление. И приступит к сборке. Теперь все. Приступим к работе. Пойдем к сварке. Работа беляя у Кирилла. Правильное выполнение. Нормальная. Безопасность тоже хорошая. И самостоятельность тоже. Безопасность. Все делал по правилам. Самостоятельно. Все делал сам бейте. Так, я люблю с помощью. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь. Подведем итоги. В целом, работы выполнены хорошо. Есть у каждого небольшие недочеты. Самый главный недочет, это неравномерное нанесение сварочного шва. Наносите его не только в нижнем положении, но и на вертикальную плоскость тоже накладывать равномерно. Ошибка это из-за неопытности, ничего страшного. Не расстраивайтесь. Научимся. У нас еще время впереди. То есть нужно равномерно накладывать свой сварочный шок. Соблюдайте угол электрода и скорость введения. Ну и обязательно подбирать правильную силу сварочного тока. У некоторых тоже было это небольшой ошибкой. Спасибо вам большое за добросовестное выполнение своей работы и своей задачи. На сегодня все. До свидания.